Всем большой привет! Сегодня мы с вами приготовим очень сейчас популярные и модные пирожные, которые называются шу. Это обычные профитроли, делают из заварного теста. У них очень интересная шляпочка с кракелином. Вот мы будем сегодня делать шу с кракелином. Начинка у них может быть абсолютно любая, которая вам нравится. Мы уже готовили профитроли, поэтому на нашем канале этот рецепт есть. В описании я вам оставлю ссылку. И в первую очередь нам нужно приготовить кракелин, потому что для него нужно время в разделке, чтобы он полностью затвердел. Делать это очень просто. Как всегда, все самые заумные эти кондитерские слова, а на самом деле фигня. Мы берем муку и просеиваем. Добавляем сюда сахарный песок. И если вы хотите покрасить ваш кракелин, то красить его нужно именно вот на этом этапе. One moment. Перемешиваем ложкой и добавляем сюда краситель. Нужно хорошенько вот так вот растереть муку с сахаром вместе с краской. И теперь сливочное масло очень холодное. Только что я его достала из морозилки даже. Нужно нарубить на мелкие кубики. Это очень принципиальный момент, чтобы масло было холодным. Все. И отправляем его в песочно-мучную массу. И перетираем вот так вот руками. Сливочное масло, мука и сахар должны превратиться в однородную консистенцию. Вот и до тех пор мы вот так вот делаем пальчиками. У меня уже готово. Видите, я могу слепить из него вот такой вот кусочек теста. По сути мы сделали сейчас песочное тесто. Кусочек теста мы кладем на пергамент. Накрываем его вторым слоем пергамента. И раскатываем толщиной в 2-3 мм. И я убираю ее в морозилку до полного замерзания. На тот момент, когда мы будем отсаживать профитроли, нам нужно, чтобы крокелин уже был полностью готов и замерзшим. Сейчас мы берем наш крокелин. Возьмите рюмочку или какую-то формочку, которую вы будете вырезать. И вырезаем из них кружки. Дальше берем наш крокелин и кладем вот так вот сверху на профитроль. И отправляем в духовку на 200 градусов выпекаться 15 минут. Далее уменьшаем градус до 160 и готовим до готовности. Крокелин идеально ровно лег на поверхности наших пирожных. И он придает не только красоту, но и хруст. Вот, слышите, вот эта корточка, она будет хрустеть. Теперь мы берем одно из наших пирожек и срезаем у него верхушку. Конечно, лучше это делать очень острым ножом и желательно рифленым нож для хлеба, который предназначен. Вот видите, какие они пустые абсолютно должны быть. И крышечку я подровняю, чтобы она была идеально ровной. Вот так. Как я уже говорила, я буду использовать заварной крем. И так как я делаю вишневый, я добавила в заварной крем просто вишневое пюре. Наполняем наше пирожное заварным кремом вместе с вишневым пюре. И теперь сверху я буду использовать меренгу. Вот такое обалденное пирожное шум. Ну, у нас получилось. Видите, это все просто очень сделать. Попробуйте обязательно его приготовить. Ну что ли? Ну что ли? Ну что ли? Да.